Добрый день всем! Добрый день! 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 Утримались. Один отримал. Принято. Про затверджение программы развития социальной инфраструктуры М. Южного на 2014-2016 годы. Есть вопросы? Кто за? Прошу голосовать. 23 за. Проти. Утрималось. Один отримал. Решение принято. Про затверджение муниципальной инфраструктуры развития М. Южного на 2014-2015 годы. Есть в области программы? Нет. Будемо слушать или согласны? Нет. Согласны? Кто за? Прошу голосовать. 23 за. Проти. Утрималось. Нет. Решение принято. Про затверджение программы экономического социального развития М. Южного на 2014 годы. Слушаем или затверджаем. А комиссия подпрацювала? Подпрацювала. Затверджаем? Кто за? Прошу голосовать. 24 за. Проти. Утрималось. Один утримался. Все-все питания. Это выключка связана с принятием мискового бюджета. Доброе. Про затверджение заходов и задания программы реформования и развития Глава Комунального господарства в М. Южному на 2014 годы. Новые редакции. Есть вопросы? Нет. Нет. И кто за? Прошу голосовать. 23 за. Кто против? Утрималось. Принято. Про внесение изменений. До додатку номер 8. Решение Южницкого и М. Ради 28.09.2006 Про затверджение программы щодо забезпечения населения М. Южного Цельного фонда охороны и обеспечения природного средства на 2014 годы. За уважение есть на позиции Глава Комунального господарства? Принято. Кто за? Прошу голосовать. Проти. 23 за. Утрималось. Повинно. Так. Следующее питание. До включения в перелик объектов на коммунальной областности Южно-М. Территориальной Главати обладнанья зовнишнего освитления. Кто за? Прошу голосовать. 20 за. Кто против? Вытримались. Владимир Главати. Принято. Принято. Правда я позву фонду комунального майна Южницко-М. Ради на передачу эксплуатацію та осополювання публичному акционерному прогрессу по газопостачанню та газифікації Одеса ГАЗ в солнечных мережах газопостачания розшашованных за адресами Южного м. Ростехлина 4. Технический питание нас закончилось, договор с ним на обслуживание требований обслуживания обслуживания. Технический питание нас закончилось, договор с ним на обслуживание обслуживания обслуживания обслуживания. Технический питание нас закончилось, договор с ним на обслуживание обслуживания 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 обсл На тих чан уже есть заявка, давайте мы все питание снимаем. Не надо перечить? Кто должен взять это питание в порядке? Вести тем, что уже есть заявка на звук. Да, нет. Да. Доварова три. Ну а это два раза. Против, кто отривался. Принято. Зняли с проекта в порядке. Про скасование решения Южинского района 412-2012 года про размещение тимчасового вольных коштей в бюджетах, розвитку специального коза вольного бюджета на депозитных рахунках установок банки. Будем вас заслуговывать? Чем я не знаю? Второе решение нужно скасовать и снова принять. А наступное решение, кто запрещает это на этот рейт? Потому что на каждого ряда надо понимать. 22 за. Кто против, кто отривался, принято. Про размещение тимчасового вольных коштей в бюджетах, розвитку специального коза вольного бюджета на депозитных рахунках установок банки. Поясни, не требуем? Поясни, понятно, понимаете, так? Такие логосоем, кто знает. 23 за. Против, кто отривался, принято. Я думаю, что мы снова, у нас ничего не будет, но так мы должны это сделать, потому что нам нужно сбалансировать бюджет, бюджет мистер. Доходу и доходу частично. Поясни, что нам этого не будет, но есть технические питания, которые будут голосовать бюджету. Так. Про внесение изменений дополнений до решения Южно-МВСКОЙ РАДИ. В 20-12-2012-го года. Про мистер бюджет мистера Южного на 2013-й рік. 13-й. Это технический? Не надо. Позавтра. 23 за. Кто против? Кто требовался принято? Про мистер бюджет мистера Южного на 2014-й рік. Паскалю, молодой, пожалуйста. Позавтра. В 2014-м году 112-м грн. Планували отримати у 2015-му 117 млн грн. Але ми не одразу підкреслили, що обсяд, окошник, в нюансі, був розрахований у 2014-му році, є необъективним і не буде витягнуватися до конца року. Фактично до місцевого бюджета в цьому кошту не пішло 106 млн грн. Обсяд доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних розрахований, розраховано у сумі 25,7 млн грн. 17,6 млн грн. Отримок місцевого бюджету розходилося без державного бюджету місцевого на зліження західів щоносоціального економічного розрахового обкресенням території, які входять до його складу, в розрахований 2 млн грн. Доходы специально обеспечиваются до затверждения в обществе 19,7 июня Украины, что в 4,4 меньше, чем фактических находок в 2013 году, в том числе бюджет ростов по 11,6 июня Украины. В додатку направление использования в обществе 2,5 июня Украины. Фонд охраны на положение на право на все это то, что в обществе 2,5 июня. В том числе направление использования в додатку детального обеспечения. Цельный фонд социально-экономичного обеспечения майже 1,5 июня Украины. Транспортный фонд – 110 рублей, субензия сдержанного бюджета на обеспечения Украины и Украины для экономического обеспечения селезных фондов на 1,5 июня Украины. В власти на входе на бюджетный фонд прогнозируется находение в орудии 4,5 июня Украины. Водатковая часть, из главных оценок выдавки местного бюджета на 2014 году, по тому, что в рамках 85 миллионов рублей, в наше телемете миллионных объектах, в 8 тысячных выдах и 2021 годы. По помощи с главным по 160,2 миллионных рублей, а специальный по 22 миллионов рублей. Обсяг огородных цен на тельке проходит до задержания от 0,1 млн львов. В загальной сумме, как я уже сказала, обсяг с 1,2 млн львов. Обсяг коштей, который передается до государственного бюджета, обрахованный Министерством финансов и закона Украины по государственному бюджету в 2016 году, становится 53,6 млн львов. Что меньше на 9 млн львов больше, чем фактично перераховано в 2012 году. Пояснюю. Ладно, у нас было закрежено 48 млн львов, но, зважаючи на невокональний місцевый бюджет, місцевый бюджет фактично передавали до государственного бюджета 44 млн львов. То есть, нарушение... В основном по фону заработной вкладу было враховано подвищение минимальной заработной вклады с 1 линия 2014 года в размере 1 250 грн, с 1 жовтня 1 301 грн. Еще раз хочу подкреслить, что в бюджетном бюджете, в правом бюджете, в повном обсязе передбачено выдавки на финансирование по захищенным сетям. Особенности введения 2014 года в Минске Южного такие вот. Додатково у нас выделены кошты, в первом раховании в каждом ряду, нарушение на мереже межкільных и навчальных заходов и ментаризации дитячих маятчиков в межкільных заходов в розмі 436 грн. В том числе номинальный межкільный заход 5-й дитячий садок, для него 175 грн. и 2-ая школа в раме 268 грн. Еще одна особенность принятя своего бюджета, что мы, как миста Томи, всегда мали додатково-финансовое место, что давали нам возможность додатково распределить кошти. В этом году в Минске Южного не отривали додатково-финансовое место. Обычно бюджет у нас есть вносить на полу, додатково-частие. Також при законе додатково-частие будут врахованы выдатки на отривание и так что решим его заход в Минске Южного не отривали додатково-финансовое место. За омеженностью финансового ресурсу поточник гейшопоточных додатков рознакованных в дуже омеженном ресурсе. Накрямо мы используем по церевому закону, когда мы находимся в СССР и бюджетах, где мы находимся в Минске Южного не отривали додатково-финансовое место. Я додатково-финансовое бюджетное место, а я додатково-финансовое место. В связи с подъемом, которое произошло в нашем Минске, я говорила, что планируем комиссии было подпримано в додатково-финансовое место 65 грн. на закупку гензотину и для наших коминговых и так же было обговорено на комитете про створение материального резерва в Минске Южного. И это первая сумма, я только понимаю, что все понимают, напевно, что я напевно на эти вещи, мы будем снова разглядывать и дополнять этот бюджет. Такая цифра первая это 58 грн. на створении материального резерва. Так, теперь я хочу дать пояснение относительно материальных резерва и этих финансов, которые будут витилены относительно этих стихий, которые у нас будут. давайте мы опять идем на русский язык для того, чтобы было более доступным. А я еще раз говорю, это нас за эти два суток нас жизнь научила, что мы научила тому, что мы где-то неправильно работали за тех предыдущих годах. Поэтому первое, причина то, что вот а стихия, которые сегодня есть обледенение, вы знаете, сегодня наши работники работали, обрезали на эти деревья, или это наши китайские, да, китайские эти пилы, уже практически приходят негодно, потому что режут лед практически. Поэтому нам нужно весной будет приводить в порядок и чуть позже, когда это будет на школе теперь какая-то, нам нужны эти пилы, там, набор, посчитали, что минимум где-то до 50 тысяч. Я думаю, что мы это должны вопросы решить. Второе. То есть сегодня было заседание МЧС, было селектное совещание на уровне государства, сегодня проблема у нас в Одесской области, 198 было населенных пунктов без света, и сегодня находится где-то 140 с чем-то населенных пунктов. И было принято там решение, чтобы на всех сессиях рассмотрели вопросы, какие материальные резервы где-то в пределах там. Кто сколько сможет, я думаю, что мы можем выбрать 50 тысяч, на всякий случай. Никто не будет зря распылять, если будет необходимость закупить песок. Энзин, песок. Энзин, песок. Какие-то там, если будут какие-то чрезвычайные, будет какая-то чрезвычайная ситуация. на что я хотел бы акцентировать ваше внимание. Учитывая то, что мы где-то в феврале, где-то в 20 числах февраля будем проводить сессию. Сегодня мы как бы определяем сессию, определяем основные статьи, это, как правило, защищенные статьи, чтобы мы могли работать. А в феврале мы будем возвращаться еще раз к нашим деньгам, к бюджету. Там мы будем уже более акцентированно говорить о бюджете развития, там может быть еще деньги куда-то перенаправлять. Но я даю поручение, даю поручение бюджетной комиссии, Юрий Николаевич, комиссии нашей шестого по строительству и коммунальному группам, заместителям Юрия Николаевича и Людмилу Владимировны разработать, все депутаты подключаются, мы должны определить, изучить, что нам нужно сделать, купить, сколько денег надо выделить, чтобы у нас не было таких чрезвычайных ситуаций. Нам нужно, наверное, закупить какие-то дизельные генераторы. Нам нужно закупить, насколько это возможно, чтобы дизельный генератор был какой-то на колесах, чтобы мы могли его перевозить, допустим, очистные сооружения, чтобы была подкачка. Потому что самое, я еще раз убеждаюсь за 8 лет работы здесь, что самое проблематичное в городе это канализация. Не свет, не вода, а канализация. Не работает канализация, это катастрофа. люди воду все равно покупают, сливают, есть свет, нет света, есть вода в кране, нет воды, а канализация переполняется, и эти все и частоты, источные воды, мы не можем подать на очистные сооружения, и оно пойдет в столок, в море, куда воду, просто нас затопит. Понимаете? Поэтому я считаю, что основное, на что мы должны сакцентировать внимание. Второе, изучите, пожалуйста, специалисты, наши специалисты, депутаты у меня кто-то есть, насколько реально купить дизель, генератор, чтобы мы могли запускать тепло, чтобы мы могли запускать воду. Я понимаю, это сложно, но есть, говорят, там один мегаватт надо, как минимум, а сколько там, то виток 700 кг? Да. Ну, турбины, ну, я не знаю, надо посмотреть, надо посмотреть, а? Азовую турбину, может, за один раз купить, может, за два раза купить, но мы должны себя как-то оградить вот таких чрезвычайных ситуаций. Вы понимаете, кто у нас теоретически понимает, я не специалист, я просто хочу сказать, что у нас город подключен, любой город, любой населенный третий город, любой населенный пункт должен быть подключен по двум линиям, по два из двух фидеров, правильно? У нас подключен, но на одной опоре. Это нонсенс. Зачем два фидера, зачем два подключения на одной опоре? Одна опора упала, и две линии сразу же пришли в него. Смысл этого всего? Я задавал эти вопросы в ОПЛНР, я задавал всем специалистам в области, что нужно срочно другую линию параллельную делать. И поэтому мы всегда будем зависеть от этого одного столба. упал. Один столб упал, и в городе Южном в порту и так дальше света нет. Поэтому мы себя должны как-то застраховать на этом плане. Хоть элементарно как-то. Понимаете? Элементарно. Поэтому я прошу, вот эти мои поручения запишите протокольно до 20 февраля где-то будем сессию проводить, до 20 февраля дайте мне свои предложения. На что мы должны выделить деньги? Чтобы уйти от этих стихийных без. Данила Ивановна во время этого возникла очень хорошая идея, которую я хочу сейчас вам ее тут тоже немножко освещать. Придумали. Надо, если нет возможности купить такой огромный изрегенератор на весь город, то хотя бы надо купить на два учреждения. Чтоб люди города знали, куда можно прийти и взять кипяток, и зарядить телефон, и передать какую-то электронную почту. Потому что наше учреждение у нас требует Киев материалы, а мы ничего передать не можем. Нигде не работают компьютеры. Во-первых, сам весь полком должен быть обеспечена электроэнергия. Это штаб. Как это? Сам весь полком сидит без света. А во-вторых какое-то учреждение. Без связи. Да. Нам сделали связи меняем Мерсовскую одну, а там и связи никакой не было. Когда не работала Попьёт. Мало никаких революций. А двор, двор и двор. Вот тебе цера. А вообще, допустим, во второй школе, вторая школа находится в том микрорайоне, там вода сбегает, более-менее вода есть. Люди кипяток могут прийти взять. Потому что люди оказались в такой ситуации, они не знают куда идти. Правильно. Я думаю еще одно в вашей социальной комиссии, много вещей, Лиманков. У меня в это время была такая идея, я ее озвучивал, не знаю, что может быть на территории больниц сделать, там есть там можно, мне Лиманский рассказал, что можно разносить одновременно 300 человек. На первое? 300 человек. Сделать эту больницу, знаете, как раньше, как генеральные секреты бункера делали, которые были полностью всем обеспечены теплом, водой, светом и так дальше. сделать генерирующие какие-то там вот эти установки, чтобы там была всегда вода, чтобы там всегда был свет, свет и так у них был, чтобы там было всегда теплое. Чтобы для чего, для каких это целей? У нас здесь роженицы, у нас здесь мамки с грудными детьми, которые знают, дети инвалиды, маленькие дети знают, что он если такая ситуация, берет своего ребенка и идет в больницу, живет день, два, три недели, а там обеспечено всем, едой, теплом и так дальше. Потому что, я себе тонко мог представить, когда я общался с людьми 16 этажек, и когда мне женщина просто плачет. Я говорю, Владимир Николаевич, а представьте себе, не представьте себе, а у меня сегодня грудной ребенок, ни света, ни воды, ни тепла, ни газа, ничего кроме свечки. Ничего. Да, электроплиты. Да, электроплиты, да. Куда мне идти? Где мне ребенка покормить? Где ему молока набить? Понимаешь? А где ребенка перепелена? Поэтому, я думаю, тоже изучите. Вот в вашей социальной комиссии все изучите. Действительно можно сделать такой не изолированный как его, автономный, вот правильное слово. Сделать автономный вот такой центр на 300 человек, и мы знаем, закупить дополнительно кровать, сложить в подвале. Я говорю, сложите. Раскладушки какие-то. Когда надо, по палатам врачей. Врачи дежурные, могут дома сидеть, кабинеты занят врачей, разложить там и кровати, и кухня есть, все есть, и там этих людей содержать. Мало ли что, можно ли, если мы зависим от одного столба. Николай Александрович, от одного столба. Мало ли что, может такая ситуация, что даже дорога переметет, что-нибудь поедет. Поэтому, я вас очень прошу, поизучайте. Дается знать до 20 февраля. А потом все эти предложения не будет. Я думаю, это не будет. Я думаю, что это будет. Я думаю, что это будет. Я думаю, что это будет. В принципе, вы говорите… Роман Гассин, я вас скажу. 20 февраля. 20 февраля. Сейчас мы за это все равно решение здесь не приймем, а поговорим только. 20 февраля мы сейчас будем отсутствовать. Так, пожалуйста, какие еще есть вопросы по бюджету? Мы перед сессией собирались, будучи за собой сессией, для людей. Какие первочерковые вопросы будут финансироваться? Да. в ВВС. 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 Вещества. – ВВС. – Нет. – Увидимся. – Я хочу сказать, что та ситуация, которая сегодня сложилась в нашей стране, она вызывает беспокойство у всех, в том числе в нашем городе. И огромное количество людей сегодня беспокойны тем, что происходит в столице. Мы видим, что те явления, которые начались в столице, они потом начинают искусственно уже распространять на определенные территории, причем даже географически четко видно, в какую сторону это разбивается, откуда эти события идут. На сегодняшний день, к сожалению, лица, которые эти процессы спровоцировали, они сами не управляют ситуацией. И сегодня ситуация уже выходит за пределы разумной гражданской безопасности в области. Если наше достаточно молодое государство довольно стабильно развивалось в эти предыдущие годы, сегодня нас просто ставят перед такой угрозой явной, споткновение внутри, внутри нашей нации, раскола Украины, роста экстремизма. И все эти события, они касаются непосредственно и нас. Да, в нашей области, рядом, в наших областях, действительно, мы сегодня все заняты работой, потому что мы не занимаемся политиканством, мы работаем, у нас есть ответственность перед нашими семьями, предприятия, которые требуют постоянного внимания. Но, тем не менее, сегодня события, которые происходят и в столице, и в некоторых областях Украины, они ставят под угрозу нормального эфицирования вообще всей экономики государства, спокойствия в гражданском обществе. Этим обеспокоены, я думаю, сегодня большинство людей, не только в нашем городе, это Одесская область, как областной совет позавчера подобные обращения на своем внеочередном заседании принял сегодня, Одесский городской совет обратился с подобным обращением к президенту. Действительно, много южниц сегодня приходит и говорит, где заявление от вас, официально от городской громады, а вы как представители власти поручили вас присылать наши интересы, почему мы молчим. Мы сегодня сознательно неполитизируем ситуацию в городе. Если вы обратили внимание, если просто, допустим, у нас есть возможность сегодня проявлять свое мнение, допустим, тем, кто каким-то образом поддерживает то, что происходит в Ким Испице, мы этому не препятствуем. Но в то же время не хотим разжигать сегодня политические страсти непосредственно на территории города. И я хотел бы, чтобы мы все-таки действовали цивилизованным образом. И большинство из нас, товарищи, наши коллеги, над красным головой общаемся. Мы, конечно, понимаем, что сегодня очень стоит серьезная проблема в государстве. Проблема, чтобы политические лидеры нашли в себе волю садиться и решать законы в рамках Конституции, в рамках правового поля. За столом переговора, в стенах парламента. А не на улицах, не в столкновениях, там есть уже жертвы. Сейчас можно говорить, как это спровоцировано, в какой стране, давайте не будем сейчас говорить об этом. А будем говорить о том, что у президента сегодня достаточно полномочий конституционных, тех законов, которые сегодня есть, для того, чтобы навести конституционный порядок государства. Отношение действия. У нас три были. Мы сейчас говорим о том, который вопрос на 18, он внесен в повесток. Он по морозам, подготовлен, там написано, какие-то вопросы. У нас еще есть два варианта, мы с ним тоже посмотрим, как мы дальше этого перейдем. Поэтому сегодня мы не можем стоять в стороне. И вот у нас это обращение, безусловно, от южнейской городской громады, в которой мы призываем, используя ручки конституционные, которые есть, чтобы снять то напряжение, и пусть халацию комплекта, с которым укреплюсь, и не относится. Так, ну что, обсуждаем? Есть ли кто-то? Может кто-то высказать свое мнение? Я не могу объяснить. Нет, давайте, а потом мы убедем. Нет, поэтому, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я подтверждаю, что действительно настало время, что нужно было обратиться к президенту в связи с теми событиями, которые происходят в государстве. И в проекте решения все правильно. Звездный на президента, Наниславный, Звездный, Звездный, и так далее. Меня немножко настораживает сам текст этого света. Почему? Дело в том, что данным обращением мы даем право президенту от введения чрезвычайных санкций, чрезвычайных полномочий. Понимаете? А это действительно может привести к нынешней эскалации и напряжения. Я думаю, что данное обращение, что Одесского облсовета, что вот сегодняшнее наше предложение, это как бы не очень хорошие советы для президента. Потому что, я понимаю, Владимир Владимирович, вы политик еще молодой, у вас большое будущее, но прочувствовать ситуацию, которая есть сегодня в городе Южном, нужно правильно. И правильно вы сказали, что мы не политизируем этот вопрос, мы не акцентируем вопрос на том, что должен быть порядок в стране, должно быть покой. Но каким образом это достигается? Простой пример, если можно, то вот рядом с вами Дмитрий Николаевич, довольно мудрый парень, который, слушая советы своих советников, тем не менее, раз в портал выходит к людям, и выслушивает под людей непосредственно проблемы, которые есть, и потом принимает решение. В данном случае, вот такими советами, мы подталкиваем, еще раз, президента к тому, чтобы было принято решение совсем не адекватной той ситуации, которая сегодня есть. В моем обращении, которое лежит у вас, я бы хотел обратиться на то, чтобы пойти на компромиссы и переговоры, для того, чтобы снять эту напряженность и решить вопрос мирным путем. Поэтому я бы хотел, чтобы вот это обращение, подозвольное Дмитрием Валерьевичем, было бы более обсуждено детально в комиссиях, среди депутатских групп, и, может быть, все-таки внесены сюда какие-то коррективы. А после того, как я прочитал обращение, которое предложено, есть мое обращение, которое у вас лежит. Кому вам совпадает? Нет, вы надеваете сессию, я сессию хочу, иначе, потому что... Вы сказали, Антон, что в обращении, которое выходит от сессии, повестки дня, есть предпосылки, чтобы даем право как бы нести чрезвычайное положение. Где написано здесь? Покажите. Процитируйте. Так, процитируйте. Вот, иначе. Вот наше обращение. Скажите, где? И мы давайте мы сделаем вот так. Где здесь сказано, так, чрезвычайное положение президента? В юге. В юге. А в стране. Да, не просто порядки, может быть, предложение, что можно сделать. Нет. Давай, я тебе расскажу. Чего же сессию? Да, да, да. Да, да, пожалуйста. Есть. Борис, да, ты гипсов. Борис, да, ты гипсов. Борис, да. Борис, да. Борис, да. Борис, да. Тише, ну послушайте. Я предлагаю сделать право, что ваше привлекание до диалога на конфликтах не знайшли в порозумении. Я предлагаю, мое слово «не знайшли», за слово «не знаходят». Сколько? Сколько еще переговоров, я думаю, что в порозумениях не знайшли, а не знаходят. В порозумении, и так, что ты делаешь. Я не принимаю. Еще, будь ласка, любите за уважение, пропозиции. Горин, вы хотите? Да. Пропозиции. Доброе. Давайте мы всему зачинчиваем, смотрите к нам дому. И к дому слову. Так. Ще есть какие за уважения? Волосуем? Подождите. Мы сейчас говорим о гостинавском вопросе. Мы говорим о проекте решения о гостинавском вопросе. Если вы хотите обсуждать, пожалуйста. Обсуждать, да. То есть есть как бы альтернативное решение тоже обращение к президенту? Секундочку. Подождите. Давайте мы поставим так. Если вы хотите со своим предложением в плане обсуждения этой порядки, пожалуйста. Если вы хотите дополнительно обсудить ваш вопрос, давайте мы закончим сетом и перейдем к вашему. Смысл моего проекта решения и к дому из нас вопроса один и тот же. Обращение к президенту. Да. Мы сейчас обсудили то, что Дмитрий Валерьевич предложил. какой вариант его вариант обращения у меня есть? А потом надо определиться, какой принимать. Да. Выдела, что вы приняли. Пожалуйста. Если такой текст подпишите с Вадимом Петровичем под нашим обращением. Вадим Петрович, Вадим Петрович свое, он не наставит, знаете, что уже в плане? Да. Мы будем обсуждать. Вадим Петрович. Смотрите, уважаемые коллеги, что можно сказать? Там двух словах чтобы не заниматься демофогией. Мы все прекрасно понимаем. И Дмитрий Валерьевич правильно сказал еще, что мы, наверное, знаем от кого зависит сегодняшняя ситуация и почему действительно страна доведена до такой черты, что мы действительно стоим на грани гражданской войны. Чтобы вы понимали, я против правопролития, я против того, чтобы была гражданской войны, я хочу жить в мире и в том, чтобы действительно было уверенно завтрашним дне. Но вы понимаете, что вся ситуация действительно коленада предела. И все это пошло с 30-го числа, с 30-го ноября, когда разогнали мирную демонстрацию. И вы тоже прекрасно знаете, потому что смотрите средства у вас информации и интернет, что в принципе наш институт, которая действительно несет ответственность один человек в нашей стране за то, что происходит в нашей стране. Он на себя взял такие полновочия. И он это все мог остановить еще тогда 30-го и 1-го числа. То есть тогда были помоги, если вы помните, вот Майдана и 1-го Майдана Что случилось? Что случилось? Есть рекламы 5-7 минут. Значит, там можно было остановить, и сейчас то, что происходит, эта ситуация напитается искусственно, и вот мы то, что видим, что видят. Я предлагаю проект решения, значит, вы можете читать каждого принципового проект решения под моей редакцией. Просто я хочу концентрировать внимание, то есть саму суть этого свернения до президента, что мы, представники интересов территориальной громады нашего места, готовы поддерживать вас, представниками интересов украинского народа, и в использовании всех, вашей наивысшей государственной государственной основе проведения законно-национального круглого стола, с участью укусив старин конфликтов. Адже результатом такие, мои статы, мир, демократичность, кризис, да повернение краинок демократичного русского. Вы внимательно просто прочитаете проект решения на ту редакцию, которую я подаю. Она, я считаю, что более толерантна по сравнению с тем, что предлагает Дмитрий Валерьевич, и я предлагаю поддержать мой проект решения на то же обращение и здесь четко понятна позиция, как говорится, и нас, как и депутатов, так и жителей города Южа. Дмитрий Валерьевич, я не понимаю, значит, проект решения подготовлен в горе, а тут и подколо это... его принятие подписывать должен секретарь, поэтому по должности тоже я. Это ваше решение. Да. Хорошо. Давайте, давайте мы сделаем так. Ну, вас послушаем. И давайте мы демократично обсудим. Мы сейчас проект решения, который предложил любви. Упримем за основу. Кого будет дополнение, будем ставить на голосование. Это поправки. Войдут, не войдут. И мы тогда демократично это сделаем. Нет возражений? Нет возражений. Ставим за основу на белу, а ваше может соответствовать с предложением, будем голосовать на голосование. В порядке. В порядке. В порядке. Хто за то, щоб приняти за основу проект решения, з яким вы спорюбили Дмитрий Валерьевич? Прошу вас. За стволу. Кто против? Утримался. Принято. 15 поправки. Мы за стволу. Ваши поправки. Вы таки поправки. Захист национальной безопасности Украины требует невозможного життя решающий захист. Какой защит национальной безопасности Украины требует невозможного життя решающих заходов? Решающих заходов. Кто-то из заходов? Наверное, я. Мы не проголовать и особо призываем, потому что он лучше призываем. Уважаемые, я просто хочу вам сказать, что если мы их поставим, я не переживаю, не без поправки. Я просто хочу еще раз сказать, что после принятия этого решения, оно обладает президентом. Президент рассматривает наше обращение, понимает поддержку. Если завтра или послезавтра будет призвано чрезвычайное повреждение и пострадают люди, то отвечать ответственность будет прижать и на вас тоже. Да. Отвечать ответственность будет прижать и на вас тоже. Это ситуация, да? Извините. А какая ответственность принесет? Яценюк, призывая телевидение, говорит, если буря улов, то буря улов. Выгибли на эту площадь, бурю себе пустил и твоей именем назовешь площадь. И все. А призывать людей к этому нельзя, это на буране уже приступ идет. А мы хотим это остановить. И вот здесь уже преступление будет другое. Шановники, вот Яценюк, яценка вносит пропозиции, что замість слова «решучий» не так? Нет, «решучий» сразу. Ставлю на голосование. Хто за те, чтобы поправки замість «решучий» поставить відповідных заходов? Прошу голосовать. Раз, два, три «решучий». Не принимайте. Залишается «решучий». Все. Ваша поправка. Я предлагаю, два последних абзаца своего проекта «решение», то есть включить его в обращение. Значит, я вас ждал. Стоитовый и платный правопрозитет. Прошу вас, гранатонепрозитетов, за решение переговорного процесса, вести мораторий за заседу правоохранительных сил на слое, за заседу правоохранительных по подножению за професувальникам, за призвати професувальникам и застосовывать такие заходы по подножению за правоохранительных. Петербургский фактически. 甚麼. Никаких этапов, они не просто пальцем про газин. Они будут дружölить. У нас как раз ввиду того, что вы его не применяли уже и не применяли? Там, там, последний абзац, Так? Вы прочитываете, правильно? З метою у вас последнего столицы. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы нести эту поправку, проектирует? Раз, два, три. Назаренко, вы знаете, что? Да, да. Нема больше? Три поправки. Поправка не пройшла. Еще какие пропозиции? Кто за то, чтобы принять целому, прошу голосовать. 22. 22. Кто против? Раз. Два против. Утримался. Решение принято. Так. Дальше. Депутатские. Відповеду до рекламы Дружинского міського ради, на прикиньці сестері, для выступов депутатов, ради и запросов. Дальше. У нас. Назаренко. Один небольшой вопрос. Пожалуйста. Не знаю, какая ситуация с телевидем, телевидение у нас, системы нашей ДО, у нас. У нас. У нас. У нас. У нас. Дело в том, что сети оборваны, и тот кабель, который идёт с ИТВ на КТВ, на нашего провайдера, полностью оборван. И перемёрз. Сейчас КТВ работает и восстанавливает сети, которые идут на город, для того, чтобы можно было транслировать любое телевидение, которое у нас есть. Уважаемый, спасибо. Тише. Ну, дайте. Сегодня я давал такое поручение, собираться по Сапачёву, по СТД Сапачёву, который относится к нашей информации. Я знаю, что телевидение работает, интернет работает, который работает в КТВ. Но, знаете, к чему это? Что это похоже? Это похоже к работе наших обл.энерго. Вот обл.энерго два столба ставила, два столба суток. Вот так и Сапачёв делает линии ремонтирован. Ещё будет неделю ремонтирован. Если поставить перед... Я говорил тогда начальнику обл.энерго, что два столба можно поставить в Якутии в вечной мерзлоте с вертолёта за 4 часа. А у нас ставили эти два столба двое суток. Вот так и Сапачёв занимается. Если этот вопрос стоит ночью с прожекторами, один поехал за кабелем, потому что правильный вопрос поднимают, это чрезвычайная ситуация. Это в городе, в нас в телевидении мы получаем всю информацию. Люди с нетерпением уже вчера, позавчера ждут, чего не было у нас, Света, что случилось? У нас не было возможности довести до людей информацию. А мы ждём, наверное, пока солнце пресветит, пока лёд растает и ещё чего-то ждём. Вот если нас Сапачёв слышит, я ещё раз говорю, не дай Бог, если до воскресенья не будет телевидение работать, мы с ним попрощаемся. Я думаю, что мы на сессии проголосуем и закроем этой фирме вообще возможность работать в городе. Потому что с людьми так поступать нельзя. Я иду с людьми, я общаюсь, люди возмущаются, почему телевидение работает? Ну вы нового ничего не скажете. Потому что я считаю, что это сегодня просто издевательство над людьми. Вы понимаете? И никаких здесь оправданий быть не будет? Никаких? Ну пожалуйста. Мы работаем на сайте, мы также изготавливаем вам новости и все передачи. Ну бабушка сайт не будет смотреть, вы понимаете? Людей нельзя оставлять без информации. Люди должны работать в информационном поле, они должны получать информацию. Что случилось? Какое-то ЧП. Когда будет? Вы понимаете, вот когда было заседание чрезвычайной комиссии области, у нас в этом зале. Тише. В этом зале. И я сидел здесь, губернатор сидел здесь. И я тогда, начальник области, говорил одну вещь. Я говорю, я от вас ничего не хочу. Делайте, когда вы эти столбы поставите, дайте мне четкую информацию. Когда будет свет. Не обманывайте через каждые два часа. Я людям же говорю. Меня сутки через каждые два часа кормили. В 9, в 10, в 11, в 12 ночи, в 2 ночи, в 4 ночи. Я людям это говорю. Еще на сутки задержали. Потому что от этого зависят наши дальнейшие действия. У нас вопросы решались на минуты. На минуты. Пускать воду с домов или нет. Доведем мы на город Долчевска или нет. Позамерзает наша система, не позамерзает. Они меня кормят. Завтра, то есть в 2 часа, в 3 часа, в 2 часа, в 3 часа. Мы уже и так начали. Что у нас тепло задержалось? Люди, мы свет дали, а тепло-то повышенный режим, а на следующий день утро. Почему? Потому что мы с верхних гидажей уже воду начали спускать. Потом надо было систему все заполнять. А вода уже, мы уже все, дали команду спускать. Потому что это могло просто плачевно закончиться для города. А мы бы потом, если бы мы в воду спустили систему, мы бы неделю ее заполняли. Неделю. При таких морозах. Чем бы это все закончилось? Я поэтому говорил, нам нужна информация. Будет и когда кто-чет. Ну ошибитесь на час. Но не на сутки ошибаться в двух столбах. Поэтому и сейчас я говорю, что люди тоже хотят информацию. А как до них привезти? Надо телевидение. Наше телевидение. Оно сегодня, видите ли, кобеля ищут. Когда найдут, когда привезут. Это их проблемы. У каждого есть свои дела. Каждый занимается своим делом. Я когда... Мы говорили тогда с Николой Алиновичем, губернатором. Когда мы с ним каждые два часа общались. Я говорю, Николой Алинович, у меня есть одна просьба. Вы занимаетесь вне города. Подайте нам все. А все, что в городе, это мы несем ответственности. Нам не надо здесь... Позвонил для замгубернатора. Я говорю, я еду к вам в 12 часов ночи проводить совещание. Я говорю, чего? Мы сами тут справимся в городе. Вы дайте нам свет. А мы здесь все сделаем. Понимаете? Поэтому я еще раз говорю. Каждый должен заниматься своим делом. Телевидение должно быть телевидение. За почем взялся за город? Будь добр, отвечай 24 часа в сутки. И отвечай за эту работу. Я подчеркиваю. Если в воскресенье не будет работать телевидение, давайте примем решение. Давайте за это проголосим. Давайте примем решение. Чтобы это было не отменено. В случае, если до воскресенья не заработает телевидение, мы принимаем решение прощаться с этой СТП. Мы другое поставим. Я вас уверяю. В течение... Делает. Сделает. Делает. Я вас уверяю. Мы все равно перейдем к этому дуэку. Владимир Владимирович, мы не знаем ли явных повреждений, что там есть. Давайте мы так. Владимир Владимирович, мы можем в голову страстей дымять в течение, но мы же не знаем явных. Владимир Владимирович, я меняю предложение. Давайте поручим міському голове в випадку, если там не будет телевидение до недели, прошу, просто доручаю вам сделать висновки относительно приватного предприятия ЧП. Нема запрещения? Нема. Давайте проголосуем. Голосуйте. Дайте мне доучение, чтобы я разъяснился. Обязательно. Другой, кто обещает? Какой? Как вы считаете? Ну почти. 22 за решение Украины. Потому что так нельзя, вы понимаете? Надо делать... Кто сегодня видит что-то ковыля? Кто-то затягивает ковыля? Кто-то занимается ковылямом? Они тоже. Они тоже. Они все всегда были. И, крайне мере, они хотя бы с конечностью что-то делаются. Вот даже они не грозят. Настоящие. Настоящие. Положи. Сейчас я понимаю, чие слова. Я привезу, когда вы не грозили. Я говорю, честно. Я говорю, честно. В полустрастей можно говорить, что это не честно. Здесь вот это самое. Алина Николаевича. Нема. Алина Николаевича. Алина Николаевича. Ну как же так? Потому что, ну не нема. Прошли. Прошли. Алина Николаевича. Алина Николаевича. Алина Николаевича. Все равно. У меня такое предложение. Подожди. Поскольку мы поняли, что вот такая ситуация может всегда возникнуть, и я думаю, мы уже все продумали и ночью, и днем думаем над этими проблемами. Владимир Николаевич. Мы вчера вот, Любовь, уже собирали свои женской организации, есть свои наметки и все. Все-таки 20 февраля следующая сессия, это поздно. Мы можем иметь такую ситуацию уже и первой, и второго февраля. Мне кажется, на сегодняшний день надо нам не через месяц проводить эту сессию по вот этому конкретному вопросу, а хотя бы недели через две. И все не пропустим. Ну потому что мы будем там ждать. Почему? Почему? По конкретному вопросу чрезвычайной ситуации. Ну что? Конкретно. Конкретно. Что надо делать? А по чему? А по тем мероприятиям, как… Вот подождите, вот вы говорите так. Подождите, Татьяна Владимировна. Давайте так. Ну подождите, дайте. Каждое мероприятие должно оценено технически, финансово. Правильно. Каждая служба должна понимать, что делать. А поговорить, вы можете собираться в Любови, пригласить рядом на ее ТВ. Все она вас будет снимать. Нет. Вы знаете что? Я не хочу говорить про технические. Я хочу сказать о людях. Подождите, Сергей Николаевич. Дай я скажу. Потому что люди должны знать, что в этой ситуации… Давайте тогда по-другому. Может быть мы соберем свою комиссию и соберем. Понимаете? Люди должны знать, куда в этой ситуации можно идти. Куда можно получить помощь и все остальное. Я почему хочу сказать. Я сразу в этот день позвонила в больницу. Знаю, что очень многих больных, но хозяйких людей все выписали, потому что действительно мало было тепла. Или что другое. У нас есть 80 человек лежащих, по которым, слава Богу, в Центр труда и социальной защиты все сделали. Но у нас еще куча людей, которые болея, лежа на верхних полках, вернее на верхних этажах и без родственников, не имеют этих… Почему мы говорим? Мы хотим создать волонтерскую бригаду, чтобы люди знали, что вот такая бригада и есть. Можно позвонить сюда. И к вам придут люди. Принесут термоса в чай, принесут кашу или что-то другое. И люди это сегодня имеют. Я не говорю, что это будет не техническая сторона. Я хочу сказать, может быть, это не надо специально может быть, для полкового бригада. Но вот такая ситуация, чтобы люди знали. Мало того, много очень детей было доводится. И я еще раз говорю, это родители 16 этажей, которые тоже не могли в это время накормить. А может, действительно, у меня в любаве. Мало того, я могу 30 детей, может быть, там накормить и сама своими волонтерами. Но люди должны это знать. Татьяна, почему нужно сесть, чтобы накормить детей? Хорошо, что нужно, но мы должны это… Что? А вы должны сказать не только от общественной организации, но и от власти. Что? Ну, план мероприятий в какой ситуации, чрезвычайно? Если, 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 если. Вопрос. Вопрос шучу. Организация этого на базе не банк. Пожалуйста, я еще раз говорю. Вы должны конкретно сказать. Романовцы, Романовцы, ну хватит. Я вас очень прошу. Ну давайте рыть по сути. Давайте говорить по существу. Я думаю для того, чтобы делать волонтерские бригады, они у нас есть, сделать дополнительные решения сессии. Помочь людям в 16 этажке на всякий случай сессии сегодня не надо. Мы о чем говорим 20-го числа? Выделение денег. А раньше денег мы выделить не можем. И надо посчитать. И нужно провести этот счет. Таковой отчет у нас раньше не будет от главного отчета. Поверьте, мы могли бы сейчас принять. Но тут есть процедура, которую надо выдержать. А я для того, чтобы у нас нет главного отчета, и раньше не будет 20-го числа. Поэтому я уже под это прошу нашей службы, под сессию под 20-го числа, принести конкретные предложения, что вы под сессу уже сделаете права. Хорошо, давайте сделаем при ваших, под вашим руководством, где приняем решение, вот какие у нас есть. Все же. Вы приглашаете. Пожалуйста. Что мы будем без денег делать? Да не надо, нам денег. Да делайте! Мы сделаем, но это надо от любого, и там не все. Да ладно. Это у нас информация. Хорошо. Здравствуйте. Все-таки, я не забываю на вашу вид, что у вас радио нема. Мы 5 лет назад приняли такое решение, что его и снюхи. И вы голосовали. У меня радиоточка постоянно працювала. Мы сказали питание, а у меня спросили, может, и за голову, в обоих железнице, зараз скажем как-то перед вами, чтобы сообщать людей, что сталося в месте. Просто сообщить. Видите, есть возраст? Ну, мы глупые, мы святые, ничего не знаем. Я не понимаю, она не зависит. По чему святая? Я не знаю. Прошли основы, проводили желающих. Система помещения, средства. Она как работает? Как мне? Вы видите, или как? Нет, я звуковая. Я не знаю. Рост, 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 и средства. Просто звуковая, и все. А как это? Да, я не знаю. 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 Наши два дороги на этой оси. Игорь, что не вошел? Я не знаю. Радиоузел расположен на Тесанта 22. Там одна комната квартира, где стоит оборудование, которое когда-то раньше вещало на город Южный. Его обслуживала фирма Укртелеком. Когда Укртелеком решала свои вопросы, они отказались от обслуживания этой сети. И все. Оборудование осталось. Поэтому тут не вопросов нет. А вот кто выставляет счеты, кто выставляет, это будет интересно.